Всем привет! Помните, в одном из предыдущих влогов мы с вами делали домашнее ламинирование? На эти эксперименты довольно-таки интересные. Волосы стали более прямые, но они не были гладкие и блестящие, как хотелось бы. Может быть я просто выбрала не ту маску, и я у вас спрашивала, хотели бы вы вместе со мной впервые протестировать вот такую 20-минутную маску обертывания от баньки Агафьи. Некоторые девчонки написали, да, хотим, чему я очень рада, поэтому сегодня мы с вами впервые, точнее я буду впервые ее наносить на свои волосы и посмотрим. Здесь состав довольно-таки неплохой. Смотрите, органический экстракт листьев крапивы, репейное масло, золототысячник, корень аира, шишки хмеля и цветы белой акации. Написано, что содержит 100% натуральные ингредиенты. Как ею пользоваться? Давайте быстренько прочитаем. Нанести маску на влажные вымытые волосы, распределить равномерно по всей длине, надеть шапочку для душа и укутать голову полотенцем. Через 20 минут смыть водой. Я просто вымыла волосы шампунем, они у меня, знаете, наверное, только на 20% остались влажными и, на мой взгляд, это хорошо. Здесь идет такая защитная крышка. Кстати, эту маску я нашла только на Белорисе, а в Магнит Космедик, во всех остальных я их просто не встречала. Там есть какие-то другие маски, но именно этой нет. По аромату, знаете, девочки, это как и большинство продукции баньки Агафьи, что-то натуральное, что-то травянистое. Я люблю такие, на самом деле, запахи. Так, давайте прочешем волосы. Упс, сейчас все разнесу вокруг себя. Знаете, вначале я что-то пожадничала и нанесла прям тонкий слой. Сейчас я конкретно чуть ли не одну третью банки вбухала волосы. У меня нет, к сожалению, шапочки для душа, поэтому я беру обычный полиэтиленовый пакет, разрезаю его сбоку и вот таким вот образом надену. Нам нужно с вами создать тепловой эффект. И не надо потом шапочку для душа отмывать. Я, наверное, эту маску буду держать 30 минут. Поставлю себе таймер, старт. И знаете, вот наношу эту маску и как-то я не вдалася в подробности для чего. Что она делает с моими волосами. Давайте прочтем. Интенсивная 20-минутная маска на сибирских травах нежно обволакивает каждый волос, согревает, восстанавливает его природную структуру, создает дополнительную защиту от негативного влияния окружающей среды, полноценно питает кожу головы, укрепляет волосяные луковицы, возвращает волосикам здоровый блеск и объем. Вот надо было, видимо, хорошенечко нанести и на корни. Ладно, мы с вами посмотрим. Через 30 минут я помою голову, высушу волосы и посмотрим на результат. Ну что, мои дорогие девочки, давайте подведем итоги. Маску я проносила, наверное, около часа, а может быть и больше. Пока я помыла посуду, прибралась, приготовила поесть, все это время маска находилась на волосах. По ощущениям голова не чешется, не печет, нет никакого дискомфорта. Можно на самом деле ходить и ходить. Она не течет, главное, чтобы вы хорошо отжали волосы. Как вы видели, я там слегка сырые наносила. Смывается хорошо, по ощущениям волосы становятся более плотные, более напитанные. Может быть, визуально вы сейчас не скажете, что Лиль, ну что ты там вот нам рассказываешь. Но знаете, я настолько убила свои волосы тоникой. Вот вы мне говорите, но я ничего с собой не могу поделать. Я все равно бахаю эту тонику в маску и потом мучаюсь от того, что у меня концы сухие. Сейчас я высушила волосы исключительно феном, не прибегала к никаким другим стайлинговым средствам, фен-щетке или утюжкам. Если фен-щеткой вытянуть, то волос будет вообще классный на самом деле. Он прекрасно полирует и они прям гладенькие, красивые, как надо. Но я думаю, не каждая девчонка пользуется фен-щеткой, поэтому обычным феном высушила волосы. В принципе, девочки, я могу сказать, что я этой маской осталась довольна. Вот показываю вам, показываю, не знаю, хорошо ли видно. Вот они как бы сухие, но при этом они выглядят лучше, чем бы я помыла какой-нибудь другой маской или бальзамом. Вот смотрю в зеркало и мне действительно нравится результат. Надеюсь, он будет накопительным. Что касается корней, как вы видите, они чистенькие, не жирные, при том, что там было довольно-таки много маски. Наоборот, мне кажется, волос приподнялся и имеет какой-то объем. Минус в этой маске для меня это аромат. Вот сейчас я его отчетливо ощущаю вокруг себя на волосах и думаю, что если пойти на улицу, понятное дело, в жару вы станете мокрый, этот аромат еще больше усилится. Может быть, если бы они добавили какую-то приятную парфюмированную композицию, да, вот этого, то было бы гораздо приятнее. Но бабушка Агафья это у нас же за натуральность, за травушки всякие, поэтому тут, ну как придраться, это фишка бренда. Поэтому смотрите сами, стоит покупать эту маску или нет. Для себя я могу сказать, что она, конечно же, не самая крутая, но и не самая плохая. Я буду продолжать ею пользоваться и, конечно же, уже в пустых баночках вам расскажу. Но пока результатом я практически довольна. Если бы они прям, знаете, были вот сейчас супер-супер гладенькие, то было бы вообще нереально круто. Но я думаю, что от маски такого получить невозможно. Это только всякие укладочные средства, наверное, сос-восстановление, да, кератин, ботокс и так далее. Но выглядит сносно. Ладно, надеюсь, это тестирование для вас было интересным и полезным. Если не можете найти эту нигде маску, то я для вас на всякий случай оставлю ссылку, потому что я ее больше нигде не встречала. Ну что ж, продолжайте смотреть этот влог. Поехали в светофор. В общем, это типа склады. Можно здесь всякие продукты покупать дешевле. Сейчас посмотрим, что есть интересненького. От таракана уже нашла. Видите, тут чего только нет. Сейчас по ценам посмотрим. Порошки вот такой вот сорти. Но я не вижу на них ценники. Здесь вот реально как будто выходите в каком-то гараже и выбираете. Ну вот, допустим, вот такие вот 38 рублей мисочки. Сейчас смотрим. Вот на сорти хозяйственная сумка-тележка. А, вот они наверху. А вот кошачья еда. Смотрите, огромный шакет. Какой-то Дарлин. Кстати, вот корм сухой для кошек. Я видела, многие девчонки снимают видосики, да, и там покупки всякие. Не знаю, первый раз приехали. Не знаю такую фирму. Вот такой вот, допустим, молот большой. Он стоит вот так вот, 72 рубля. Мы не покупали, поэтому я не помню ценник его на памперсы всякие. Давайте я вам покажу ценники, детские подвижники. А там, смотрите, сами. С таких тут штучек. Тьма, конечно. Пальмира. Огромные порошки. Так я своих потеряла. Вот там где-то они лазают. Вот такие порошки какие-то девочные. Вот вы видите пацаны, пограненные формы, посудки. И у них вот такая. Что вот лапшу делать хорошо. А эти почем? Эти, наверное. В общем, девочки, тут как-то все дешево. 116. Сейчас будем смотреть из-за чая для собак, для кошек. Вот такие вот огромные есть консервы. Они скорленькие, конечно. Ну, на работу пойдем. Ну, за трончик прям блатной, блатничок. В общем, коровы такой. Не знаю, я никогда не брала. Брать не будем. Ну, просто знаете, что он тут есть. Огромное количество просто. Вот, девчонки, здесь еще в магазине есть Увелка. Или Увелка, как правильно. И здесь 8 пакетиков, да. Довольно-таки выгодно получается. Есть еще вот такие вот миусы, они, кстати, очень вкусные. Вот, ценник. Я сейчас перешла на гречку. И вот перемывать надо. У нас дома есть... Пока наши там смотрят. Овсяная каша вот такая. Вот по ценнику. Вот внизу вам покажу. А вот гречка есть. Кстати, вот гречу надо взять. Сколько она? 43,90. И тоже здесь много пакетиков. Здесь один из консервы, консервы, гречка. Ну, есть вещи, которые знакомые. Можно действительно взять. То, что у нас такое ананасики. По ценникам вот. Мороженого вот я вам покажу по ценнику тоже с Моцареси. Прям тут куча всего, конечно. Если будет что-то знакомое, можно взять и попробовать. Заходим к колбаске. Ну, как тут холодно. Нормально. Колбаски, молбаски. Попрежно будет. Так, ставим. Огромное количество пассассивов. Но тут очень-очень холодно. И нет никакой знакомой фирмы. Поэтому я не знаю, стоит ли что-то брать как-то. Я слышала по отзывам, что нет. А, кстати, майонез-рико. Да, мне подставили. 59 рублей. Ладно, надо выходить. Очень холодно. Такое я не знаю. Вот, кстати, можно взять нежный йогурт. Сейчас посмотрим по... Йогурт таким. Покажу вам по ценнику. Возьми. Что я нашла? Кто-то отстой, не подстой, я со стопой. Огромный раздел уже всяких конфеток. Вот эти мы брали очень вкусные арбузики, всякие клубнички. Вот так по цене. Мама выбрала вот такое печенюхо. Попробуем вам расскажем. Стоит 125 рублей. Мне вот эти понравились. Ну, блин, слишком много. Я столько просто не съем. Всякие кухоники. Помните, вот эти вот в детстве очень любили. Такие ключики. 88 рублей. А еще у них есть фирма Яшкина из знакомых. Вот эти пряники довольно-таки вкусные. Так вот стоят они. Нам сказали, что вот эти вот печенюшки очень вкусные. Я вам сейчас покажу. Мини-мишки со вкусом сгущенного молока. Вот такие сердечки. Тут, знаете, все друг другу советуют. Вот типа это я ел, это я не ел. Какие-то медвежонки, коржики. Чай, смотрите, такой огромный есть. Там 99 рублей. Всякие бич-пакеты, как их называют, да, горошек тоже. Я вам по цене покажу. Вот это вот получается у нас горошек. Блин, такой хаотичный. Вдорк, вермишелька. Это что такое? А это вонючки в машину. 110 рублей. Алкоголя у них тут довольно-таки много. Симпатичный чай. Вот яйца. 86 рублей. 90. Маленькие совсем, да? Ай, какие они малыши. Это папа. Кстати, те, кто не знаком с моим папой, будете знать, а то мама обычно вам показывала. Курага. Ну, как-то она выглядит не очень, конечно. Здесь уже конфетки-манфетки. Такие даже не знаю, но по ценнику вам покажу. Вдруг вы их любите. Видите, красиво выглядят, да? Такие крупненькие. По идее, должны быть вкусненькие. Орешки. Вот эти я тоже очень люблю печенюхи. Они тоже классные. С начинкой. Костейник вам будет видно. Это на Казинаке. Кстати, вот такое я пробовала. Мне не понравилось. Знаете, хочется все. Слишком большие упаковки. А я стараюсь много не лопать. С этой стороны печенюхи какие? Такие. 93 рубля. Трубочки 59. Вафельные тортики. Конфеты Золушка. На них ценник, вот вы видите, 45,90. Это вот такие мармеладки. Это что такое? Конфеты птичьего. Кстати, брали их в зефир. Очень даже вкусненький булок. Я думаю, стоит взять. А это интересно, которые... Блин, сколько здесь соблазна, девочки. Вот здесь, это девчонки в Адлере. Мои уже тут загружаются. Мама какие-то фруктики увидела. С этой ручкой. Не надо мне снимать. Госпожа, госпожа. Вот так вот. Магнитка смесь. Видела вот такой стенд. Маленькие такие парфюмчики. Прикольно в сумочку носить. Но знаете, ароматы, девчонки, прям, ну вот, я думаю, для маленьких девочек. Вот, к примеру, вот этот конкретно пахнет вареньком клубничным. Мне ничего не понравилось. Вот этот, по-моему, еще ничего было. А остальные как-то, ну, слишком. Прям, знаете, такой явный аромат. Вот эти два ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сейчас я хочу вам показать свой заказ из интернет-магазина Василек. Мы с ними затрудничаем. Поэтому у меня есть классная возможность заказывать у них одежду, тестировать ее, смотреть, что классная, что не совсем, что такое же, как на картинке. А мимо чего стоит, по моему мнению, вам пройти мимо. Поэтому, девочки, давайте начнем. Я вам сейчас все расскажу и покажу. А начнем мы с пополнения в моей коллекции новым басиком. Настолько он мне нравится, что я просто не могу остановиться. Мне хочется всех. Кстати, у меня это самый маленький вариант басика. Еще есть басики детки. У них розовые лапки. Еще есть басики побольше. И, знаете, они сейчас настолько приобрели популярность, что даже открывают точки продаж в санаториях. Мне мама рассказывала, что у них открыли. Действительно, родители покупают. Детки тянутся к ним. Но они настолько милые, настолько очаровательные. Эти вот лапки, сами коробочки. Я вам показывала в предыдущих роликах, как они оформлены на подарок. Замечательно. Я не стала в этот раз на это тратить ваше время. Ну, а теперь мы с вами переходим к одежде. Сразу скажу, что здесь присутствуют те позиции, в которых я ошиблась с размером. И теперь эта одежда перешла к моей маме. И, знаете, она очень этому довольна. Говорит, почаще ошибайся. Так что давайте быстренько начнем, и я вам покажу. Первая блузка, которая таким образом перешла к моей маме, это вот такая в горошек. Я заказала 54 размер. Обычно я у них беру 52-54. Люблю больше по свободной одежду. Но тут она чересчур свободная. Она то у меня уходит назад, то наоборот вперед, то плечо оголяется. Конечно же, ну, видно, что это не мой размерчик. Почему она меня привлекла? Это, конечно же, принт горошек и интересный элемент в виде вот таких валанов на рукавах. Имеется пояс. Это стопроцентный полиэстер, девочки. Шито хорошо, претензий к этому нет. Я вам демонстрирую с юбкой карандаш, но, на мой взгляд, лучше будет выглядеть с джинсиками, либо с узкими брючками. Ну, смотрите сами, как вам понравится. Может, вообще, кто-то с шортиками решит носить. Но вот я то, что вам показывала с юбкой, ну, как-то мне не совсем понравилось. Блузка неплохая. Если вы такой же комплекции, как и я, берите 50-52, не ошибетесь. Следующую блузку я выбрала для того, чтобы носить ее в офис. И, знаете, это блузка из разряда, ну, для разнообразия. Ну, раз уж она у меня есть, то пусть будет. Сказать, что, девочки, срочно бегите ее, заказывайте лучшее на свете, я сказать не могу. Большой минус – это ее ткань. Она очень сильно мнется и очень плохо разглаживается. Вот, посмотрите, я сейчас отутюживала, как могла. Прям наглаживала, наглаживала, а выглядит она небрежно. Как будто я просто ее сняла, сейчас на вешалку повесила, да, валялась в ней и пытаюсь вам ее, да, тут продемонстрировать. Это 54-й размер. В принципе, интересный фасон, в плане того, что здесь V-образный вырез, удлиненная спинка с джинсиками, штанишками, будет классно носить. Рукав вы можете подсобрать, здесь есть специальная пуговка, но опять-таки, так как это вот такая вот ткань, то, видите, не держится. Нужно постоянно будет это вам подправлять, следить за этим, либо просто спущенный рукав. Поэтому, девочки, ну, от себя я эту блузку вам рекомендовать не могу. Следующую футболку я выбрала для того, чтобы носить вместе с сарафаном. Она, кстати, представлена в разных расцветках на сайте. Василек написано Daydreamer. Мне очень нужна была именно такая футболка, чтобы она была с примесью синтетики. Таким образом, она вот прям садится по фигуре хорошо, и у меня под сарафаном не задирается, и в одну сторону, да, там не поднимается. В общем, мне очень комфортно ходить именно в ней. Я уже ее миллион раз стирала, вы сами понимаете, если жарко один раз надела, сразу же в стирку, ничего с ней плохого не происходит, ни катышек, не садится она. Я бы не рекомендовала эту футболку заказывать девчонкам, если у вас есть какие-то складочки, изъяны, да, если вы будете носить просто шортиками, либо с джинсами, потому что она настолько садится по фигуре, что даже пупочек облегает, и все это видно. Вот под сарафаном супер, а так, если у вас не самая идеальная фигура, то, наверное, я бы не рекомендовала. Следующее, в чем я тоже ошиблась, и сразу же передала своей маме, это вот такие вот штаны. Она говорит, Лиля, блин, какие классные, отдай мне их. Это 54 размер, ткань средняя, не супер теплые, и не супер легкие, сейчас в них будет жарко. Здесь широкая резинка, на маме садится очень круто, с какой-нибудь футболкой, которая закрывает паховую зону, смотрится отлично, присутствуют лампасы, штанишки обычные, да, то есть ни манжета, ничего такого не присутствует. Ей очень понравились, тоже стирали, краска из них не выходит. Точно такие же штанишки мы видели красного цвета у них на сайте, так что, может быть, красный вам понравится чуточку больше. Теперь мы переходим к костюмам, которые на мне, и чаще всего вы его видите в моих влогах. На самом деле, первый раз, когда я его заказывала, думаю, так, закажу-ка я его для того, чтобы показать девчонкам, чьи дочки безумно любят куколок Лол, то, что вот есть такой вариант, да, носить дома, радовать своих девчонок, они там будут рассматривать все дела, но настолько он комфортный, настолько он тоненький, я в него влюбилась, просто не вылазил. Вот у меня этот комплект любимый, и еще, который я вам показывала с единорожками. Вот я их чередую, все, все остальное я не хочу носить, и поэтому я заказала себе еще один, точно такой же, очень клевый, девочки, я вам рекомендую. Ткань тонюсенькая, летом то, что нужно. Это у меня 54 размер, ну, я не знаю, есть смысл показывать, то же самое, что и на мне. Ткань растягивается, сразу могу сказать, вначале вы можете ощущать какой-то дискомфорт, ну, а потом все, вот такое вот размахайка, блин, для дома, девочки, супер. Присутствуют шортики, сразу вам покажу, они вот такие вот юбочкой сделаны, не по ножке, а именно как юбочка, за счет чего очень комфортно, там хоть ноги задирай, хоть полы мой, хоть что хочешь делай, будет безумно комфортно. Ленточку я уже на своих, которые сейчас ношу, сняла. Так что от себя я прям очень-очень советую вам этот костюм, хоть и расцветка такая детская, да, но, блин, он вот такой вот реально. Следующая вещь, к сожалению, я не смогу вам продемонстрировать в руках, но я вот тут вот вам дефилирую, это платье для мамы, домашнее, 56 размера, оно ей настолько понравилось, потому что ткань девочки, очень тоненькая, приятная к телу, для меня могу сказать, что расцветка немножечко мрачноватая, и при стирке из этого платья выходит краска. Первые две стирки, вода окрашивалась, сейчас уже не так сильно, поэтому имейте в виду, если рассматриваете данное платье к покупке, приятное, мягкое, но вот почему-то вот красочка выходит. И последнее, что я вам сегодня покажу, это комплект постельного белья. Девочки, я когда его увидела, просто в него влюбилась, думаю, блин, хочу, хочу, не могу, но на картинке было оно изумрудного цвета. Мне же пришло оно серенького цвета, если еще оно есть в продаже, его не раскупили, то я вам вставлю картинку, которую я увидела на сайте. Вначале я немножечко, честно скажу, расстроилась, но потом, когда я его расстелила, уже поспала на нем, мне оно настолько понравилось, девочки, ткань невероятно мягкая и приятная, но вы знаете, я предпочитаю именно ее расцветка такая, ну, знаете, вот она уютненькая, на мой взгляд. Наволочки у нас вот такие, вот, цветочные, это 70 на 70, я выбирала полуторку, вторая наволочка такая же, значит, сама простынь, просто серого цвета, нет никаких на ней рисунков, но тоже очень приятненькая, и пододеяльник у нас тоже идет в цветочке. Так что имейте в виду, я вам уже рассказывала о том, что иногда расцветки у них не соответствуют, но они на самом деле об этом предупреждают, пишут, что цвет в ассортименте. Если же они пишут там цвет белый, то значит вам придет белый. Ну что ж, это весь заказ из интернет-магазина Василек, надеюсь, вам было интересно, и я не зря потратила ваше время.